Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами займемся распаковкой и, конечно же, попробуем новую коллекцию от Кайли. И да, это та самая коллекция, которая выпущена в коллаборации с ее двухлетней дочкой Сторми. К сожалению, вопреки заветам Кайли, которая, видимо, считает, что своих детей надо как можно скорее монетизировать, я не смогла найти никакого ребенка, которого можно заставить сняться в моем видео, поэтому сегодня роль ребенка у нас исполняет Мурзилка. Ну, в общем-то, как всегда, все дополнительные роли исполняет он, поэтому вы можете на него смотреть в этом видео. И, в общем, мы все будем делать вид, что он здесь у нас маленький пушистый какой-то ребеночек сидит. Итак, давайте откроем коллекцию и посмотрим, что там было внутри. Кстати говоря, это первая коллекция от Кайли, которая выполнена в мини-формате. То есть такая, знаете, детская тема, типа мини-палеточка, мини-помадка, мини-карандашик для губ. И, насколько я понимаю, только румяна выполнены в полноразмерной версии. Вся вот эта коробка, вот эта вот, вот эта вот коробка, мне обошлась в 108 долларов и плюс еще, по-моему, доставка. А доставка вроде даже была какая-то бесплатная. Ой, такая щедрость, вообще просто невероятная. Итак, давайте посмотрим. Как всегда, внутри мы находим послание от Кайли. Мурзилка, это тебе. Тебе наверняка оно пришло. Ну, в общем, здесь написано, что это ты сделал правильный выбор. Она тебя поддерживает в твоем выборе. И, в общем, всячески одобряет, что ты такой хороший котик. Открываем дальше. И что у нас, что у нас? Ну вот, содержание всей коробки перед вами. Здесь у нас мини-палеточка. Также румяна. Три мини-липкита. И вот такое вот, что это такое? Это вроде набор мини-хай-глоссов. То есть, это обычные блески для губ кайлевские. Просто в маленьком формате. Мы сейчас все распакуем. Но сначала давайте обратим внимание на упаковки. Вообще, вся эта коллекция была выполнена с бабочками. То есть, видите, я уже подготовилась. Это вот не просто так, не просто так, как некоторые думают, нацепила, что нашла дома. Знаете, не каждый день у себя дома вот такое находишь. Не каждый день. И, в общем, бабочки очень мило. Очень так симпатично. Все по-детски. Ладно, давайте открывать. И откроем сначала палетку. Ну вот, вся коллекция перед вами. Мурзилка сказал, что ему она не нравится. И нас покинул. Я не знаю, почему ему не нравится. Он вообще любитель, знаете, рыжих всяких теплых цветов. Да-да-да. Поэтому ему не нравится. Здесь у нас все очень нежненько. Здесь у нас нежно-розовый румяна. Палетка, на самом деле, выглядит, как мне кажется, лучше, чем большинство палеток от Кайли. И это именно мини-версия. То есть, она вот такая вот маленькая. Лип-киты тоже достаточно симпатичные. Прям хочется все время говорить, что все очень миленько. Ну, так оно и есть. Вот такой вот маленький карандашик. И маленькая матовая помада. А еще хай-глоссы. Хай-глоссы в каком-то невероятном количестве цветов. То есть, 10 целых 6 штук. Не знаю даже, зачем так много. Но, в общем, приятно, что они все-таки там были. Итак, давайте попробуем палетку. По разным комбинациям цветов у самой Кайли на сайте. В общем, было понятно, что в основном советуют нам делать макияжи в какой-то розово-фиолетовой гамме. Ну, давайте ей поверим и что-нибудь такое и сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, это готовый макияж при помощи этой палетки. И, вы знаете, наконец-то, наконец-то настал этот вообще счастливый, счастливый день, когда мне очень сильно понравилась палетка от Кайли. Здесь, конечно, не без минусов. Но я могу сказать, что это, наверное, самая удачная палетка от нее, которую я когда-либо пробовала. Ну, конечно, здесь все то же самое, что в остальных палетках. То есть, все те же самые текстуры. Это какие-то очень такие рыхлые глиттеры. Также это металлики, которые менее рыхлые и более такие гладенькие, но менее сияющие при этом. И матовые оттенки. Вот здесь у меня есть свочи. На руках уже сделала. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, в принципе, два цвета. Это вот этот вот цвет, который называется 443. Видимо, это там какое-нибудь время рождения Stormy или что-то в этом духе. И также оттенок, который называется Stormy Weather. Дело в том, что это, ну, такие классические глиттеры от Кайли, которые достаточно, знаете, такой вот средний у нее есть текстура. Не совсем глиттер, но и не совсем металлик. Что-то между-между. Вот они получились достаточно рыхлыми. То есть, один вот здесь, другой вот здесь. И когда вы наносите их на кожу, они прям такими снежными хлопьями начинают собираться. У меня вот этот оттенок 443 находится вот здесь во внешних, во внутренних, во внутренних уголках глаз. Мне очень понравились фиолетовые оттенки. Вообще, обычно в косметике фиолетовые оттенки считаются очень сложными для растушевки. Но они, вправду, достаточно сложно тушуются, как правило. Но здесь, как ни странно, эти оттенки, наоборот, очень удачные. Видимо, потому что этот совсем нежный, а этот достаточно насыщенный. Но при этом, как вы можете заметить, он скорее такой розовый, чем какой-то насыщенный фиолетовый. То есть, ну, наверное, можно его реально приписать больше к каким-то розовым цветам. А вот этот цвет, он совершенно просто очаровательный, который называется Stormy World. А вот здесь он находится и находится у меня на подвижном веке. Он такой красивый, он такой милый. В нем много каких-то серебристых таких блесточек. В общем, палетка реально оказалась очень даже приятной. Чуть-чуть, чуть-чуть осыпаются матовые оттенки. Ну, прям это, знаете, по сравнению с обычными палетками от Кайли, это такие минимальные осыпания. Ну, вот прям совсем немножко. Наконец-то, наконец-то, в честь Stormy Кайли не ударила в грязь лицом и, в общем, сделала реально хорошую, хорошую палетку. Кстати говоря, по этой коллекции на сайте Кайли полный sold out. Причем они вроде как делали уже ресток этой коллекции, то есть еще одну продажу, но все сейчас распродано. Давайте попробуем теперь румяна, которые называются Flutter in Love. Ну, давайте попробуем, как они будут. Я вообще не любительница ни кайлайтеров, ни этих румян от Кайли, но, может быть, этот оттенок мне тоже понравится больше, как и палетка. Но румяна оказались достаточно обычными румянами от Кайли, то здесь реально очень-очень симпатичный оттенок. Такой, знаете, супер универсальный, супер розовый. Но почему я не люблю румяна от Кайли? Потому что у меня такое впечатление всегда, что они прям суховаты, и они как-то сложно тушуются. Вот они у меня как-то, у меня какая-то магия просто происходит с румянами от Кайли. Они у меня всегда где-нибудь дозалипнут. Вот просто обязательно каким-то куском некрасивым, какая-то дырка будет. Это вот всегда совершенно один и тот же результат. И вот здесь вот что-то у меня тут странное. Здесь у меня, кстати, патч прилеплен. Ну, в общем, как-то так, как-то я не знаю. Ну, нормально, реально оттенок достаточно симпатичный. Что по поводу вот этих вот хай-глоссов? Как вы можете заметить, они здесь в разных цветах. И я сейчас уже намазала на губы оттенок, который называется Stormaloo. Не знаю, что это значит, но, в общем, все здесь обыгрывает жизнь Stormi, ее имя. И сложно мне представить, зачем, конечно, мне нужно шесть оттенков хай-глоссов от Кайли. Мне кажется, у меня в коллекции уже штуки три, наверное, есть разных. Ну, в общем, это просто сильно-сильно сияющие ее блески для губ, которые, к тому же, еще вот этот вот Stormaloo, он с блестками в составе. В свочах эти оттенки практически ничем не отличаются между собой. Ну, так вот, чуть-чуть тут есть какой-то цвет в некоторых из них, но в основном ничего такого прям революционного нет в каком-либо оттенке. Вот этот, который с блестками, мне не очень он понравился, потому что эти блестки, вы их чувствуете. Они прям, знаете, как такой скрабчик у вас для губ, как всегда. Да, я это все не люблю. Мне это все не нравится просто потому, что я, знаете, хочу сказать уже производителям, пожалуйста, перестаньте делать такие блестки. Мне надоело есть блестки. Я не хочу постоянно их ощущать у себя на губах. Они, естественно, попадают в рот, когда вы их на себя наносите. Ну, вроде эти блестки, как следует, наверное, из описания ингредиентов на этой упаковочке, они сделаны из слюды. То есть, это не какие-то металлические должны быть блестки. Это уже хорошо. Но все равно, как бы, ну зачем? Ну, зачем? Ну, можно же сделать их более какими-то мягкими, чтобы они не были такие прям ощущающимися на губах. И последнее, что мы должны попробовать. Кстати, заметили почему-то два вот этих вот оттенка, они с желтыми крышечками. Выглядят прям вообще классно. Как они называются? Один называется Sweet Dream и второй называется Little Sunshine. Ой, господи, как же вообще прелестно все. Вообще совершенно вот такая какая-то милашная, милашнейшая тема. Котятки, тигрятки, цветочки. Очень-очень симпатично. Ну и самое последнее, про что мы должны упомянуть, это вот эти липкиты. Липкиты крохотные. То есть, здесь как будто половинка стандартного карандаша. И я даже не знаю, ну, наверное, половина или меньше от стандартного, от стандартной матовой помады Kylie. Они в трех цветах. Вот этот вот у меня сейчас на губах. Вот этот называется, называется, как он там называется? Head in the clouds. И вот этот самый последний называется Stormy. Ну, я подумала, что как-то, знаете, он, наверное, для более такого оранжевого макияжа. В общем, в общем, вот так это все выглядит. Интересно, что у них какая-то просто мега жидкая текстура. То есть, обычно у матовых помад от Kylie жидкая текстура, но здесь они прям вот текут, прям стекают с губ. И поэтому нужно аккуратно их наносить. Я думаю, что это те же самые абсолютно по формуле матовые помады. Просто, возможно, из-за того, что здесь, знаете, очень вот такой вот маленький спонжик. Как-то, наверное, текстура меняется. Именно, когда вы это наносите себе на губы. Но здесь, наверное, говорить не о чем. Я реально люблю вот эти липкиты от Kylie, потому что мне кажется, они прям классные. Матовая помада очень стойкая. Она очень хорошо ложится на губы. Она реально классно выглядит на губах. И у нее очень хорошие всегда вот эти карандаши, которыми прям удобно красить. Они мягкие, они стойкие, они красивые. В общем, все при них. Поэтому карандашки тоже понравились. Ну и оттенки здесь реально такие симпатичные. Ну, наверное, вот этот вот розовый мне нравится меньше всего. А вот этот и этот, они прям такие хорошенькие. Ну, в общем, ребята, только такое. 108 долларов я потратила на эту коллекцию. Я вообще ни разу не жалею, потому что я считаю, это, наверное, одна из самых удачных коллекций от Kylie. И это, наверное, одна из самых таких весенних коллекций вот за начинающуюся, начинающуюся весну. Ну, конечно, еще будет много всего. Но все равно очень-очень удачно. Молодцы они, что сделали вот коллекцию, которая как бы коллапс с маленькой дочкой. Вот реально хорошая. Ну, знаете, если бы они сделали что-то плохое, было бы прям как-то, прям как-то нехорошо. Типа, ты делаешь коллекцию имени своего ребенка и там какой-то жуткий косяк. Нет, они в этот раз постарались. Так что молодцы, молодцы. Я очень рада, что наконец-то я могу похвалить Kylie и сказать, что реально это было удачно. Пожалуйста, напишите, что вы думаете по поводу всей этой коллекции. Понравилась ли она вам? И как вообще вы оцениваете, стоит ли вовлекать детей в свой бизнес? Как бы насколько это хорошо, насколько это плохо? Я, кстати, считаю, что это нормально. Ну, на самом деле. То есть, семья Кардашьян, они все время этим занимаются. Поэтому, я думаю, здесь не стоит вопрос какой-то морали или чего-то такого. Их жизнь, это, в общем-то, их такой большой-большой бизнес. Ну, в общем, давайте поговорим на эту тему. И вообще, как вам понравилась эта коллекция, как вам понравилась эта палетка. И я вам сегодня желаю, ну, конечно, чудесного весеннего дня, чтобы у вас уже, знаете, вы ощущали вот этот запах весны, чтобы у вас были бабочки там где-то вокруг вас летали. И чтобы у вас все было хорошо. Чудесного вам настроения, замечательного вам дня. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok